Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. События дня, номер 436. Говорю, что на эту тему подбили якобы Колесниковы Николая и Анна, запомнил. Но фотографий их никакой вроде не было. Чтобы мы события на каждый день писали, а потом мне кто-то и говорит. Это говорит, враги сделали вам, подкинули, чтобы знать, чем вы занимаетесь, чтобы легче за вами подсматривать было. Вот да-да. Ну и пускай подсматривают. А уже 436 дней мы занимаемся, не пропустили ни одного дня даже в деревне. Итак, это у нас за 20 февраля 2017 года. Сергей Пупков, мир вам всем, кто желает вместе с нами прославить Господа нашего Иисуса Христа. Такая возможность сегодня есть и у вас. Я Пупков Сергей, духовное чадо Игнатия Тихоновича Лапкина. Мы ведем занятия по изучению Библии в интернете по толкованию Святых Отцов Православной Церкви с 14.00 до 15.30 по московскому времени, каждую среду, пятницу и воскресенье. По окончании занятий с 15.00 вы можете задать вопрос и получить на него ответ во свете Библии. То есть уже не по теме какой-то, а любой. Занятие бесплатное. Если на вашем компьютере не установлена программа Skype, вам необходимо ее установить. Чтобы участвовать в занятиях, найдите меня в Skype. Латинский Пупков Сергей Беспробел 1. И запросите авторизацию с пометкой на занятие. Если вы желаете вместе с нами помолиться, также запросите авторизацию в Skype. Пупков Сергей 1. С пометкой. Совместная молитва. Примерно за 7 минут до начала занятий или за 7 минут до начала совместной молитвы напишите мне в Skype, что вы готовы, и я вас подключу, позвонив вам. Мне не звоните, а только пишите. Совместная молитва каждый день в 0 часов 40 минут по московскому времени. На молитве женщины должны быть в платке, мужчины подпоясаны, рукава удежды у всех должны быть длинные до кистей. Женщины в платке. Не просто в платке, чтобы ни одной волосинки нигде не было, ни ленточка какая-то. Во время занятий совместной молитвы прошу отключать микрофоны, дабы не создавать шум, мешая другим слушать и молиться. То есть мужчины должны быть с поясами обязательно, и у всех должны быть до кистей, руки закрыты. Храни всех Господь. Лука 11.1 Случилось, что когда он в одном месте молился и перестал, один из учеников его сказал ему, Господи, научи нас молиться, как Иоанн научил учеников своих. Поэтому я кое-что поясняю, как крестное знамение совершать, как поклон, и некоторые совершенно ничего не знают. Поэтому если я повторяюсь, ну потому что новые люди подходят. Повторение, мать, учение. Деяния 2.42. И они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении и преломлении хлеба, и в молитвах. Псалом 87.4. Я всем советую достать щетки в церкви. Я не знаю, видно у них это или не видно, что я показываю. Вот щетки какие, видите? Вот посмотрите. Это 100 по бабышкам. Ну и каждый раз мы говорим, молимся. И 7 раз в день молиться. 3 святое, а 3 святое это Царю Небесный, Сочи Наш. Ну в церкви всегда возьмите молитвословку, узнаете. И после этого 100 поклонов. Это правило, которое, его нигде не было. Я просто, ну знаю, 10 это Христу, 10 Божьей Матери, Ангелу Хранителю, Иоанну Хрестителю, Никола Чудотворец, Пророки, Небесная Сила Апостола, Евангелисты, Мученики, Мученицы, Святые Отцы, Жены и Девы. Все. И так, чтобы 7 раз в день. Особенно для пенсионеров это лекарство хорошее. А почему 7? Псалом 118, 164 стих. Завучите. Семикратно в день прослабляю тебя за суды правды твоей. За суды. За какие суды? За все, что болеем. За Майдан. За все, за все, что есть. За суды, которые суды. А не за то, что мне Бог дал. Тут еще можно сказать. За все благодарите. Первый пенсионерки сам 5.18. И так. Вот кто-то вчера говорит. Чтобы понять, что именно Рафаил Берестов. Вы зарядите про него. Рафаил Берестов. А там схи, там монах какой. Вот. Он написано с бабним лицом в центре. Это фотографии. Я не мог ее сюда поставить. И так. Лидер народных симпатий. Просто представьте, что в какой-нибудь город приезжают одновременно Рафаил и какой-нибудь официальный церковный златоуст. Златоустами называют. И двух златоустов называют. Кто? Скажем, Ткачев или Осипов. Осипов. Златоуст. В галстуке бритый. Златоуст. Может быть, масон с последних степеней. По приходам делают объявления о встрече с тем или другим. Где будет больше прихожан? Вопрос. Этот вопрос в высшей степени значимый и серьезный. Как православная церковь воспитывает свою паству? В кавычках. И если у едва ли не большинство этой паствы такие болящие, как этот психически больной лжестарец Рафаил, пользуются огромным почитанием. Видите, и больной, и лжестарец, и огромным почитанием. Ну, покажите, в чем именно, где он неправильно говорил. А что лже, так это я на каждом шагу, я лже-проповедник, лже-миссионер, лже-православный. Это лже мне понятно, от кого идет. Как Достоевский говорит, обвиняй, говорит, его в своих недостатках. Ему это особенно будет больно. Потому что он знает, ты пьяница. А он подходит ко мне, это ты пьяница. Если блудник, ко мне подходит, а ты блудник сам. Итак, это не личная прелесть Рафаила. Это вопрос о том, что прихожане и монахи, воцерковлявшиеся десятки лет, так и не смогли в лоне церкви обрести духовный вкус и критерии развлечения духов. Ну да, значит, сам нужно и Осипова избрать. Понятно? Митрополит Антоний Сурожский как-то сказал, что высшая задача духовника состоит в том, чтобы сделать самого себя ненужным. Чтобы человек, наконец, сам дорос до способностей самостоятельной, нравственной и духовной оценки происходящего. По апостолу. Опытных, чувства, навыкам, обучены развлечению добра и зла. Но популярность Рафаильчика показывает, что огромные массы православных за годы воцерковления скорее деградируют в своем нравственном и духовном чутье, чем растут. И это показатель качества той духовной макулатуры, которая их пичкает и проповедение. Я не Рафаила не одобряю ничего, но как сразу, Рафаильчик. Это показывает. То есть он маленький рост, так еще и уменьшительное сказали. Но вы считаете, Рафаил правильно говорит? Я много нахожу у него правильно и многое неправильно. Потому что к Библии он не приводит людей. На благовестие не зовет. Монах. Вот и все. Но и отношение-то к нему такое, в сравнении с этими, которые показали впереди-то, показывает, что у него больше авторитет. Медед Конокбаев пишет. Молодец, Игнатий. Вам надо губернатором работать или депутатом. И что интересно. Когда депутатов избирали в городскую думу, от разных округов, и там собрались какие-то где-то, писатели и другие, и избрали меня в депутаты. Я-то и не был никогда депутатом, но избрали. То есть кандидатуры еще не голосовали только. А я в канун встал и говорю, такой интересный сон был, что внизу стоит кровать голая, на ней ничего нет. И мне сказано, лезь выше, лезь если никакой нет. Я куда-то так карабкаюсь кверху, потом глянул, да так высоко, если упаду, да куда упаду-то? Соломки-то не подсели на где-то. И я говорю, нет, мне это не надо. И спустился. Маленько погодя, стучится один. Он был, как секретарь-писатель или кого, на дом пришел. Вот были, и вы в тюрьме были, и вы все время там с советской властью боретесь. Нам такие люди нужны. Я говорю, я о Христе буду говорить-то, а не о том, что я канализацию прорвала. Я чем депутатам-то делал-то? Тем более в депутатах сидели Петерим, Патриарх, а потом вдруг решили, толку-то от них нет никакого. А теперь мы запрещаем под канону. А отец Греб Якунин не подчинился этому. Это ни канон никакой. Все, предали, анафеме предали. Исповедника Божия. Они все вместе взятые, и его, говорится, одного дня жизни не стоили-то. Ну, а дальше он уже пошел кому-то к Филарету, потом еще автономную какую-то церковь. Тоже неправильно. Я его знаю не просто так. У меня интервью с отцом Гребом еще шестнадцать часов слушать. Еще не распакованные лежат. Попутно сказать, у меня архив еще на две с половиной тысячи часов, который не опубликован нигде. Дальше. Священник Игорь Тарасов Снова с благоговением сказал я владыке моему Христу, позволь мне, Господи, малому пред Тобою сказать то немногое, что я давно желал Тебе сказать. И Спаситель сказал мне, глаголи с дерзновением, ничего не страшась. Тогда я сказал ему с большим смирением и скромностью. С скромностью. Да, скажи мне, Господи, та смиренная книжечка, которую я написал об умной молитве, написана при помощи благодати Твоей или нет? И он сказал мне, да, она написана при помощи моей благодати. Тогда я сказал снова, из чего я могу понять, Господи, что она написана при содействии Твоей благодати? Спаситель мне сказал, от умиления, которое приходило к Тебе, когда Ты писал ее. То есть, чтобы книгу сделать популярной, видение было, и Господь отвечал. Да никогда Господь так не отвечает, нигде. По слову Твоему, посчитайте Исайя, пророка 5.20, если слова его какие? Не по Библии, то нет в них света. И меня спрашивают, и считали ли? Считал. 8.20. Считал, но применить ничего нигде нельзя. Видишь, как авторитетом Христа прикрылись. Павел почему не говорил так? Написал послание, Господь, дай мне знамение, от Тебя это было или нет? Он говорит, и я думаю, имею Духа Святого. Вот и все. И далее писал вдохновенно. Давид ни разу не спрашивал, Господи, вот я написал, а угодно Тебе или нет? А там псалмы и проклятия еще только нету. Все от Бога. И считает 3000 лет. Если кто не знает, самая популярная книга в мире – Псалтырь. Не Евангелие, не Библия, а Псалтырь. А Псалтырь и 50-й Псалом. Вот. Но это я немного показал. Теперь смотри что. Вчера я многое взял о земле. О-о-о. Читай вслух. Скорость земли. 106194 км в час. То есть вот эта система, что земля летит вокруг солнца, поворачивается. Все объяснено. Весь земли, весь солнца, содержание. Все есть. Я хочу сказать. Если кто знает о том, что вот есть такая теория, что земля плоская. Ну, как я не знаю, что значит плоская. Как тарелка там. Или нет. Плоская, как стол. Угловатая. Угловатая в природе нигде ничего нету. Все заваленное. То какие данные. Вот то, что я говорю. Скорость. Движется земля или нет. В каком месте вселенная она стоит, когда все в движении. Мне нужно знать тогда, какой земля занимает расстояние. Где меридианы. Мне нужно знать это. Как это выглядит. Кто составил эту карту. Когда это было. То есть то, что сейчас здесь будет показано, чтобы это все на то, что земля шара несется. Я не знаю. Мне просто дайте знать. Я не критикую ничего. Просто хочу узнать. Какие там-то доводы есть-то. О том, что земля шар. Самое лучшее доказательство. Третья книга Ездер. Одиннадцатая глава. Три старой стих. На всем земном шаре. Дословно говорю. А это место не так переведено. Ну вот и все. И Библия тебе не нужна. Доигрался. А второе какое. Что земля шар. Советую съездить на озеро Байкал, когда она застывшая. Другого места на земле я не мог найти. И там взять с собой 2 на 2 метра заранее заготовить красной материи, обшито сантиметров 10 по высоте рейку, чтобы она была близка к земле. И человек в возрасте, это, у роста метр семьдесят пять, будет смотреть. Четыре километра восемьсот метров видно будет. Бинокли взять с собой, чтобы была красная такая, флюоренсенсия шла с него. И там уже фонарики приделать, даже чтобы, если сумрачно видно было. Четыре девятьсот уже не видно. Если залезешь, ну почему? Горб земли, она в любом направлении, от 1 на 5 километров не видно. Четыре восемьсот видно. Лучшего доказательства вообще нету. Самое лучшее. Притом, ну не надо там брать интернет, там обманщики, масоны, все мозги пудрят. Ты сам увидишь. На все четыре стороны одинаково. На четыре стороны по диагонали бери. Четыре восемьсот. Везде одинаково. Ну а там раз оно шестьдесят шесть километров и шестьсот шестьдесят в длину, шестьдесят там шесть, ширину примерно, то значит лучшего нет. Идеально. На одном уровне, чтобы было. На стул залезешь, тогда видно и на пять пятьсот. А дальше опять не видно. Надо на лестницу подниматься, опять будешь видеть. То есть горб дальше идет. Второе. Когда бывает затмение на Луне, затмение, а не просто уменьшение, как вот видим мы диска, то отпечатывается в любом положении, а Земля-то поворачивается. Когда бы ни было затмение, ночь у нас или день, всегда на Луне диск. То есть всегда одинаково. То есть Земля отпечатывается в виде круглой всегда, как бы она ни поворачивалась. И третье, что одновременно на всей Земле никогда дня не было. Не было. А именно ночь еще бывает. И притом ночь мгновенно, еще сумерки бывают. Это тоже доказательство того, что Земля шарообразная. И далее, если плоская Земля, как высчитать затмение? Как? Пусть они мне расскажут. Как высчитать? Тут понятно, с такой скоростью она идет, орбиту ее смиряют и глядят, где она попадет под Солнце, Луна. Ну все можно это сделать, если вот это убрать. Там ни одного вопроса нет. Вот говорят, у православных много постов, к примеру. А у католиков мало. Сколько мало? Никто не знает. Мне пришлось идти в костел и разговаривать. Священник толком не знает. Я добиваюсь к епископу. Мы поехали даже к двум папам, этому Франциску и Венедикту. Я подарил им книги свои. Книги подарил. В Ватикане были. Я из первоисточников узнал, что у них по-настоящему пост один день в году. Я не сплю. Хорошо. Я просто думаю, как это связано. Хорошо. Дальше. За один год Земля пролетает сколько? 8 760 часов. Часов. А сколько километров за год проходит? 939 миллионов 229 тысяч 680 километров в год. До десятка. Ну, маленько. Там где-то может разница. Дальше. И дальше? Вот эти вот данные какие-то неправильные. А? Вот эти данные неправильные тут. За один оборот вокруг Солнца написано Земля преодолевает за 365 дней 6 часов 9 минут. А на самом деле 5 часов 49 минут. Мы на поэтому перешли на Григорианский календарь с Юлианского. Ну, может быть. Может быть. Я беру оттуда из интернета. Не знаю. Ну, в году можно посчитать. Сколько часов? Сейчас 24 умножить на 360. Нет. Я не вот это. Я про вот это говорю. Про вот это. А, ну, 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 сейчас посмотрим. Мне-то не дошли еще. Здесь определенно за год Земля пролетает 939 миллионов. Это я прочитал уже. Дальше. Это тоже прочитал уже. Да. Считай. За один оборот вокруг Солнца Земля преодолевает за 365 дней 6 часов 9 минут и 9,5 секунд. Ну, тут не те данные. Я не знаю, что это за данные такие. Ну, то считай, как есть. То есть мы мчимся вместе с Землей со скоростью 29 километров в секунду. А пуля вылетает со скоростью 7. 7 километров. А это 29 километров в секунду. А может не столько. Не знаю я. Не знаю. Ну, тогда поэтому все сходится. Дальше. Расстояние до Солнца от Земли 149 миллионов 600 тысяч километров. Ну, то есть, легко запомнить 150 миллионов до Солнца. Да теперь по плоской Земле покажите тоже насколько Солнце отстоит. Я не знаю. У меня данных не мог нигде найти. Дальше. Солнце находится на расстоянии около 26 тысяч световых лет от центра Млечного Пути. И вращается вокруг него, делая один оборот, за 225-250 миллионов лет. Орбитальная скорость Солнца равна 217 километров в секунду. Таким образом, оно проходит один световый год за 1400 земных лет. Вот данные все выставлены. И этому верят абсолютно все ученые, данные. Ну, тут потом будете видеть, когда этот ролик посмотрите. События за сегодня, за 21 февраля. Заметьте себе. Обычно принято потом ссылку давать, откуда взятая информация. Всегда так. В интернете. Зарядить Земля. Слово Земля, и там оттуда информация. Я вообще раз думаю, да я это возьму, и дам клич такой, чтобы мне показали, о, плоская Земля, на каком расстоянии от Солнца, и дальше Солнца. Я понимаю, я просто говорю, что обычно принято давать силку. То есть те же данные, но только на плоскую Землю. Далее. Средний диаметр планеты составляет примерно 12 742 километра. Это о чем говорят? О Земле. А окружность по диаметру. 40 тысяч километров, да. 40 тысяч. Мы с миссионерской поездкой проехали за летние месяцы, это 4 года, кажется, 120 тысяч. Это три раза по экватору мы объехали земной шар. Дальше. Наличие жидкой воды на поверхности Земли является уникальным свойством, которое отличает нашу планету от других объектов Солнечной системы. Большая часть воды сосредоточена в океанах и морях. Значительно меньше в речных сетях или сетях, озерах, болотах и подземных водах. Также большие запасы воды имеются в атмосфере в виде облаков и водяного пара. Вот она, твердь. Вот твердь. И откуда прольются облака? Я прям чувствую, это вот духа у тебя, которая исходит. Да. Часть воды находится в твердом состоянии в виде ледников, снежного покрова и в вечной мерзлоте. Общая масса воды в Мировом океане примерно составляет 1,35 умножить на 10 в 18 степени тонн или около 1... 4 тысячи сороковая от облачной массы Земли. Океаны покрывают площадь около 3,618 умножить на 10 в 8 степени квадратных километров. Со средней глубиной 3,682 метра. До 1 метра высчитано. И чтобы те, вот такие же данные дали, сколько, где и сколько, ну, по плоской Земле. Что позволяет вычислить общий объем воды в них 1,332 умножить на 10 в 9 степени километров. Кубических. Кубических, да. Да. Если всю эту воду равномерно распределить по поверхности, то получился бы слой толщиной более 2,7 километров. То есть везде покрыть всю Землю, если. Из всей воды, которая есть на Земле, только 2,5% приходится на пресную. Остальная соленая. Большая часть пресной воды около 68,7%. В настоящее время находится в ледниках. Видите, какие данные. Если человек не признает, что Земля, шар и прочее, ему надо все вот это, все данные новые делать какие-то. Здесь все сходится один к одному. Средняя соленость земных океанов около 35 грамм соли на килограмм морской воды. Вот это они тоже должны показать, что у них. Вода, сколько воды, где она, глубокие впадины, какие километры, все высчитано. Дальше. И при том, все одинаково понимают, ученые. Которые данные эти уже давным-давно есть. Атмосфера оберегает все живое от вредных ультрафиолетовых лучей. Признают ли они, что ультрафиолетовые лучи и Земля покрыта этой твердью, то есть то, что мы называем твердью, воздух. Дальше. Атмосфера определяет погоду на поверхности Земли, защищает планету от космических лучей и частично от метеоритных бомбардировок. Но они-то не признают, что там ничего нет дальше-то. Значит, никаких нет здесь, что падает. А что вот это падает, когда сверкает, они не знают. Древние люди говорят, это душа умерла. Но если бы сколько падает в день, то умерли все до одного жителя бы на Земле. Сколько вот этих метеоритов падает. А тут понятно. И вот он где-то, Тунгусский метеорит упал, на 120 километров, все, весь лес повалился. А так как понимать? Откуда он в камень этот пал? Что было по Челябинскому? То есть эти вопросы, которые им никогда не ответят, если они не верят, что есть космос, что есть это расстояние, что есть планеты. Эти вопросы, я заранее знаю, не ответят. Но я прошу, попытайтесь ответить дальше. Атмосфера определяет погоду на поверхности Земли, защищает планету от космических лучей и частично от метеоритных бомбардировок. Она также регулирует основные климатообразующие процессы. Круговорот, воды в природе, циркуляции воздушных масс, переносы тепла. Тихий океан из космоса. Вот она, посмотрите. Пусть они тоже это покажут. Как выглядит Тихий океан из другой, с расстояния. Видите, как она? Вот такая из космоса Земля выглядит как. Это Тихий океан. Дальше еще есть. Это что такое? Горы из космоса. Как выглядит? Пусть они тоже что-то покажут. То, что здесь показано, взято это из интернета. И вы верите? Ну, опровергают, а зачем я буду? Я это не проверяю, мне это ничего нет. Но это все объяснимо. Теперь, теперь показать надо наши ресурсы. Какие у нас есть ресурсы в интернете. Вот мы посмотрим сейчас. Главное у нас, это дальше будет, это вот мой мир. Вот посмотрите, как он выглядит. У нас мой мир, мой РУ, очень богатый. Сколько у нас видео? 5284. Это наших роликов. 5000 это много. И фотографии? 17971. Очень богатый. Но он, этот, легче было им пользоваться когда-то раньше. Ну, тут, теперь возможности такой нету. Раньше было у меня 10 тысяч друзей. Я 4 переключения сделал, 10 тысяч, получает 5000 знаков. Еще зарядил, 12 фотографий. По 12 фотографий получает 10 тысяч человек. Это не в ВКонтакте, нигде не было. Это самая лучшая система. Но ее полностью подрубили все. Почему, не знаю. Ну, много пакостей писали. Дальше, есть у нас форум. Форум, вот он как выглядит. Вот, посмотри. Православный форум, 1602 темы. Большие, большие темы. Вот, сколько у нас здесь? Ну, больше тут данных-то никаких других нельзя. Вот наш видеоканал. Видеоканал называется «Открытым оком во свете Библии». Вот он как выглядит. Более 6500 роликов наших. Сколько просмотров? 5 миллионов 416 тысяч подписчиков. подписчиков 6 тысяч. Нас почему-то система занесла в средства массовой информации. Поэтому приходится кое-что удалять. Я один раз перенес такого человека. Это было, кажется, на форуме. А он живет на Украине. Ну, и на меня нападки уже, видимо, законы, я их не опровергаю. Администрации было, чтобы убрал этот материал. Говорят, он не мой. У вас стоит. Уберите. Но они никаких претензий ко мне не имели. И далее у нас большой ресурс православный библейский сайт во свете Библии. И тут самое главное, тут книги, все есть. А потеряевки строим, все найдешь здесь. 4124 ответа, 55 папок, сейчас мы смотрим Царство Небесное. Вот по нему. Как? Теперь вот новый вопрос. Царство Небесное. О, куда я ткнул-то? Куда сейчас ткнул? Я даже сейчас не определю, Сергей. Что я ткнул? Так, спасен. Ну, вот это надо. Да, да, да. Вот теперь контр-ла выделяю, контр-л-с копирую, тут закрываю, открываю вордовскую страницу, дальше опять выделяю, увеличиваю шрифт. Это все делается очень быстро. А Никита Колесников считает. Мне удобно с ним. давай. Вопрос. Вопрос. Это который мне задавали в университетах, я три радиопрограммы вел. И вот как они у нас очень отличались наши занятия от патриарших где-то. У нас люди знали Писание. И вот вопрос. Какой? Вопрос 3514, 23 том, открытым оком. Евангелие от Матфея, 25 глава, 37 стих. Тогда праведники скажут ему в ответ, Господи, когда мы видели тебя алчищем и накормили, или жаждущим и напоили. Теперь вопрос в чем заключается? Как так на суде страшно будут говорить безбожники, то тут понятно, они не верили в Бога, во имя Христа ничего не делали, и потом они видели Его и не узнали. Но как же это самое могут говорить те, которые все делали ради Иисуса, ожидали встречи с Ним, чайли Царства и жизни будущего века. И вдруг такой же вопрос, как будто они Его вообще не знали в ушедшей жизни. Разъясните. вопрос по телефону из Центральной России. То есть это я в студии нахожусь, я даже показываю, как вопрос поступил, поэтому бумажку я показать уже не могу. Остальные у меня бумажки лежат, все эти вопросы. Ответ. Апостол Павел и так это поясняет. Первое Коринфянам 13-12 Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я от счастья, а тогда познаю, подобно как я познан. И Иоанн вводит нас в то же удивление. Первое Иоанна 3-2 Возлюбленные, мы теперь дети Божии, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны ему, потому что видим его, как он есть. Представьте, в университете 21 тысяча студентов, огромный университет, приходят люди, студенты, преподаватели, профессора, и вопросы задают по Библии. Вот впереди, что было, задали, они именно так и задали. Ахадемгородок Новосибирский, там я вел встречи дальше. Говорят, суде Божием, когда все человеческие потуги определить участь людей через анафемы и канонизации будут вовсе не нужны. Из-за них еще спросится, как с предвосхищающих праведный суд Божий. Павел еще раз напоминает, что наши субъективные мнения вовсе могут и не быть объективными. Упор делает на высоту веры, и даже вера это еще не видение собственных глазами. то есть, поэтому я даю свои ответы перед людьми, и это записано в магнитопо, а потом перепечатали. Второе Коринфянам 5,7,10. Ибо мы ходим верою, а не видением, то мы благодушенствуем и желаем лучше выйти из тела и водвориться у Господа. Выйти из тела, как будто какая-то коробушка из гроба вылез и пошел. И потому ревностно стараемся водворяясь ли, выходя ли, быть ему угодными. Ибо всем нам должно явиться предсудилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал живя в теле, доброе или худое. Помолившись утром, мы просим благословения у Бога. И просто невозможно постоянно помнить, воуче видеть в каждом, на ком ставит печать нашей доброты, конкретную личность Христа, которого еще и не видели ни разу. Да и трудно совместить реальную личность, иногда чем-то нам и не симпатичную, с иконным ликом Христа. А иконный вовсе даже не похож на настоящего Христа. Добро делали какому-то туберкулезнику, зэку, сотлевшей старушонке, врагу нашему непримиримому. И вдруг проигранные вспять кадры нашей жизни на суде покажут, быть может, как под жесткими формами насущного грешника в наличии окажется расплывчатый образ друга нашего и брата Иисуса Христа. И этот образ все ярче будет проявляться, и другая личность уже будет показана под той вшивой хламидой нищего и бродяги. И взахарится душа, так и там и тут был ты. Подобное и в стихах изложено и у писателей, как ожидая Христа, женщина мыла и ускребла полы, генеральную уборку устроила, торопясь успеть до обещавшего сегодня прийти к ней Иисуса и отвергла днем и нищего и женщину с ребенком и мальчишку без призорника. Ей некогда она ждала другого дорогого Христа и только во сне она увидела его и услышала что он сегодня приходил к ней трижды и она его так и не приняла не накормила не успокоила не обогрела то-то было слез и то ли еще будет да не будет этого с нами 2 Коринфянам 6.2 ибо сказано во время благоприятное я услышал тебя и в день спасения помог тебе вот теперь время благоприятное вот теперь день спасения теперь я дальше стихотворение всегда пишу писатель или свое подробно подробно вспышки в черноте ночной зигзаги молнии таинственной и грозной так откровение божие их получит мной и Авраам к закату дней так поздно и раз за разом через сотни лет распарывают темень вверхоглядства с горы синайской из пустыни след обетование подкладывают ласки гремят пророчества и совесть будоражат царей клеймят часть священства обличают избранники вступают в бой бесстрашно и истощают гневные колчаны те стрелы пущенные на царя Ахава гремят на нынешних правителей безбожных грабителей князей таких нахальных и редко редко моросящий дождик под крышкой Библии в едином переплете запас энергии на сотни лет вперед лекарства для души конечно и для плоти и сдали той Господь слезу отрет открою Библию и с молитвой постучусь к событиям пророческим видением и сразу вспышки из далеких туч пророк свои лохмотья нас оденет то есть это я так понимаю что открою Библию с молитвой постучусь к событиям пророческим видением и сразу вспышки из далеких туч пророк свои лохмотья нас оденет чтобы нам это открылось И не таясь, незримый для тогдашних, их воплощение зрю, как на экране По женской линии не прекращались шашни, язычницам тянулись так упрямо Шуршат страницы об ушедших скорбно, по строчкам, стежкам опущусь к ушедшим Не любопытство ради, для вопросов торба, сравнить, какой же выход мне нашепчут И каждый раз, закрывши книгу книг, наученный, измученный сочувствием к себе Тем больше пользы, тем серьезней вник, их светом осяяны избегну многих бед Стихотворение Вот такое Ну и что тут написать надо? Как озаглавить? Не знаю, там целый стих писания, я не знаю, как его Ну и что? Праведники Так Ну давай так и запишем Царство, вопросы на суде У меня есть тут один сегодня ролик, не ролик, а один скинул священник якобы Мы это прочитаем, я это все закрываю И вот это прочитаем Вот смотри Давай прочитаем, вклиним сюда Ого! Мы публикуем первый текст из нашего проекта Исповедь анонимного священника То есть может еще быть даже Это мне скинули и сказали, посмотрите Чуть ли не на Андрея Кураева, там где-то ссылается Она его вернее Как называть? Видите в чем аналогия? Вот это исповедь анонимного священника Это за границей есть такие собрания Исповедь анонимного алкоголика Ну вы знаете вот это Да, да, я знаю Вот это, которое из монастыря пришло Но самое интересное, местное, давай Есть ли для тебя разница между церковью, в которую пришел когда-то И русско-православной церковью, в которой оказался? Это вопрос к нему Он отвечает Какой-то принципиальной, сущностной разницы я не вижу Церковь другой не стала Я стал другим И радикальным образом пересмотрел свое отношение как к церкви, в частности Так и к религии вообще Период моего воцерковления Средина 90-х годов Сам знаешь, какое это было время Разброд, шатание, денег нет Жрать нечего, ничего не работает А церковь предлагала некую идею в этом хаосе Некий порядок Я был такой, что пусть без еды и денег, но лишь бы за идею Послужить Богу, человечеству, сделать этот мир лучше и все такое И получилось так, что подсев на эту идею я не смог разглядеть Те реальные проблемы церкви, от которых надо было сразу делать ноги Ноги, то есть убегать А они эти проблемы маячили у меня перед носом Я с ними сталкивался постоянно Но видеть не хотел Как говорится, влюбленные безумны Давай по аналогии такую историю расскажу Лет в 15 или 16 случилась у меня беда Влюбился я в одну девчонку Девчонка была необыкновенной красоты Но при этом тупая, как пробка И невероятная эгоистка И так вот Мне это ее внешнее благолепие нравилось Что я 4 года за ней бегал И просто не обращал внимания На ее совершенно инферальный характер А инферальный что означает? Дьявольский, в общем Инферно, дьяволь, сатана Мне уже и друзья говорили Ну ты посмотри, с кем ты связался А я им буквально словами из песни Высоцкого Про Нинку отвечал Не знаю Потом, конечно, разрыв, депрессия Короче, плохо было Вот та же история церковью Прекрасная обложка Прекрасные слова о любви О Боге О самоотверженном служении Но за всей этой позолотой Абсолютный смердящий свинарник В этом смысле церковь от секты От не отличается вообще ничем Да, попы не ходят по улицам Как и яговисты Не пристают, не раздают литературу Но церковь поступает еще круче Она выдает себя за плод патриотизма Хранителя исторической памяти народа Каких-то там абстрактных скреп и традиций Необычные одежды Необычный язык Даже запах в церкви необычный Все как не отсюда Или все? Знаешь, многие клюют на такую дешевую пропаганду С полпопытки А когда человек попал в оборот Тут уже начинается пропослушание Смирение Благоговение перед священноначалием Целование надушенных лапок Ежедневное бубнение непонятных текстов Масоны Весь мир хочет уничтожить Россию Потому что она православная Пусть живем в дерьме Зато с молитвой и тому подобное А если один раз Ударить как следует бронебойным В голову И суметь пробить самую главную защиту Под названием Критическое мышление То мозг можно уже высосать из головы Через трубочку Этим занимаются секты И тут у нас Не должно быть никаких иллюзий Этим же занимается и церковь По-моему, Кураев как-то сказал Нечто вроде Для церкви канонично то, что ей полезно От себя добавлю Есть только две абсолютно полезные вещи Деньги и власть И церковные иерархи Это прекрасно знают И действуют В полном соответствии с этим знанием На протяжении сотен лет Что изменилось для тебя За последние 8 лет Спрашивает власть и патриарха Кирилла Ответ Неожиданную вещь скажу Кириллу благодарен как отцу родному Вот так традиционный такой Патриархальный домостройский отец Выбивает ремнем из отрока Всякую дурь Также Кирилл выбил из меня Всю оставшуюся романтику и иллюзии Он открыл для всех думающих людей Церковную систему Во всей ее красоте Показав, что власть и деньги Это именно то, для чего живет Русская православная церковь И за это надо быть ему благодарным Потому что если бы не существовало Таких замечательных вещей Как похмелье и ломка То все поголовно были бы алкоголиками и наркоманами И все эти пуськи Пусерать Невзоровы Протесты против строительства храмов Пляски с бубном вокруг Исаакия Акции православных Это и есть тот самый похмельный синдром Который он всем обеспечил Он довел власть архиереев до абсолютного абсурда Сделав их неподсудными Феодалами Он практически вышвырнул мирян из любых областей Где можно принимать в церкви хоть какие-то решения Настроил против церкви интеллигенцию Лишил рядовой духовенства возможности проявлять малейшую инициативу Он превратил проповедь в митинговую речь Рассчитанную только на уши властей И подвластной им толпы Сайкью ниже Плинтуса Это что-то их Это Ну сейчас если Интеллигент Ну короче мышление определяет Ну да Надо отдать Кириллу должное Он гениальный демагог Демагог именно в таком советском большевистском смысле слова Помнишь когда судили Алехину и Толоконникову Не было ведь сказано Из его уст не единого слова о милосердии Мол да отпустите у этих дурочек Пусть идут себе на все четыре стороны Нет Он ответил этим ничтожным панкушкам Целым молитвенным состоянием Где свою речь о предателе в рясах Точно провел черту между толпой И последними думающими людьми в церкви Дал совершенно четко понять Что церковь не с людьми А с властью И благословит все Что будет делать власть Именно при нем стало не просто можно Но и нужно называть убийство людей Священной войной Именно он объяснил Что прощение может быть нецелесообразным Что прощать можно только тех Кто поджимает хвост перед властью На парк молебни В храме Христа Спасителя Прозвучал самый главный прокимен Патриарх Гундяй верит в Путина Лучше бы в Бога Коверил Никогда в России Букву одну пропустили Я же да Ну да Ну это собака женского рода Никогда на русском орохе Не отличались особой нравственностью Но правду о царе говорить умели всегда По моему глубокому убеждению Патриарх совершенно нормальный Ожидаемый проект Кремлевской пропаганды И вполне себе атеист Который имея покровителем не Бога Власть прекрасно понимает Что ему ничего не будет Пока эта власть является властью И вот это когда Евгений Евтушенко написал Есть божий суд на перстнике разврата Бенкендорта тайно говорит Не верил и превратился в атеиста Наши поют ребята И поэтому он держится за эту власть Как немощная старуха за сундук с тропьем За последние 8 лет в моей жизни изменилось то Что я очень сильно поумнел А процесс поумнения всегда сопряжен со страданиями Нравственными, интеллектуальными, ценностными Но в конечном счете это здорово Потому что пройдя через эту ломку Можно посмотреть на церковь глазами без очков Ощутили вопрос Ощутили ли на себе последствия раздела епархий Ответ Да нет практически Это же все административные проблемы Это заморочки для архиереев Благочинных и прочей верхушки Рядовой священник рада же уже тому Что на хлеб заработал и что его не пинают с прихода на приход Или за штат Только потому что архиерею В очередной рост моча в голову ударила Архиерею Ничего в лучшую сторону не изменилось Архиереи как были поместными цариками Которым никто не указ Так и остались Как гребли деньги с приходов Так и гребут А архиерей в РПЦ не пререкаем и не подсудим Пока он не пошел поперек патриарха Славь Кирилла и делай что хочешь Хоть и подякана своего в алтаре трахай Ничего тебе не будет Если не уклоняешься от общей вертикали В этом принципе есть что-то очень советское Сталинское Сталин как известно не мешал своим ставленникам обогащаться Питер развратничает Потому что такие были наименее способны Руководствоваться в жизни принципами И представлять потенциальную угрозу для власти Как вчера в кино Какие проблемы видишь епархиальной жизни Спрашивают Ответ Самая главная проблема на мой взгляд Это абсолютное бесправное положение рядового духовенства Это все неправда Что попы зажались и ездят на мерседесах Лезут в школы Занимаются рейдерством Всем этим занимается очень тонкая прослойка Духовенства Которым по разным причинам можно Основная масса нормальных рядовых священников Боится лишний раз рот открыть Что произнести что-то Чего нет в требнике У архиереев сильнейший страх Перед любой самостоятельностью Перед любым независимым суждением В большинстве епархиальных управлений А мне об этом хорошо известно Из рассказов тех священников Которые от этого пострадали Есть специальные люди Которые постоянно мониторят все Что священники пишут в социальных сетях И все эти распечатки Кладутся на стол архиерею Из-за какой-то невиданный комментарий Анекдот Несанкционированное осуждение Можно потерять место на приходе Это факт Среди духовенства Огромное финансовое расслоение От очень богатых Которые покупают себе машины За несколько миллионов рублей До очень бедных Которые не могут Своему ребенку купить дешевый мобильный телефон Бедных абсолютное большинство Жаловаться про все деньги Не имеют никакого смысла Архиереи в курсе этого положения И сами его, можно сказать, создают Руководствуясь принципом Сыт и голодного не разумеют Каким бы тираном и самодуром Архиерей ни был Священники никогда между собой Не договорятся Возразить ему по-настоящему Объявить бойкот Коллективно и неанонимно Нажаловаться Вопрос Как живет обычный священник день за днем Без прикрас Без слащовой картинки Для православной публики Ответ Очень по-разному живут Как я уже сказал Есть очень богатые Есть очень бедные Богатым не побывать Мне побывать не довелось А вот что такое Полтора года сидеть Вообще без денег Я знаю Друзья выручали Помогли хоть как-то протянуть За это время Я знаю одного священника Который, сидя Также без денег Просил благощинного Занять ему средства На лекарства Для умирающего отца Но что получил ответ Я только что заплатил Взносы в епархии И у меня нет ни копейки Правда ли у него Не было ни копейки Я не знаю Но если было И он врал То он сволочь Если говорил правду Тогда сволочь архиерей Который высосал Из благощинного все деньги То есть тот или другой Но все равно Не оправдан Жизнь рядового священника Заключается в том Что он не имеет никаких прав Его могут использовать Как угодно Где угодно Могут платить Могут не платить Могут переводить С прихода на приход Обправлять за штат По капризу архиерея Наказывать согласно Анонимным доносам Если учесть Что священники В основной своей массе Многодетны Можно представить С какими это сопряжено проблемами Рядовой священник Живет в страхе Он боится сказать Лишнее слово Попасть в немилость Он постоянно ждет Какого-то доноса на себя Анонимки Жалобы Которые совсем не зависят От его поведения Вот у меня тут священник один Дудин Сергей Говорили 9 роликов По согласию И все Но его где-то повысили Маленько А сам живет В архи... Ну от И паркии дом И он говорит Если за мной что-то заметят Он меня среди мороза Выкинет с ребятишками на улицу Это уже... И теперь он гоняется За этими роликами Чтобы убрать 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 У кого есть там Взламывают И все Как бешеный сделался Почему? Потому что Бога не знает И страх обуял Это конкретно Вот здесь говорит Абсолютная правда Это жизнь Бесправного крепостного Которую пафосно Именуют в служении Вопрос Каковы взаимоотношения С настоятелем Братьями-священниками Архиереем Ответ Лично я с начальством Был в контрах всегда Правда в разной степени За что немало получил И по приходу Меня пинали И запретом грозили Научили быть умнее И не метать бисер Зато я научился Интуитивно За пять минут Определять Можно ли с данным человеком Нормально общаться Или нет Это я скажу тебе Очень полезный навык Последние года три Он меня ни разу не подвел Что касается отношений С равными мне Рядовыми священниками То тут все тоже Очень по-разному Тут надо понимать Что многие священники Чтобы не жить В постоянном Когнитивном диссонансе Просто отключают Совесть и мозги И плывут по течению Считая что это все Воля Божья С ними говорить Вообще не о чем Они в лишнем Случае ничего не поймут Потому что уже нечем Понимать В худшем Просто донесут на тебя Куда надо То есть Вообще Характеристика какая Есть умные Интеллектуально И психологически Не деградировавшие Священники Которые все давно Поняли С которыми можно Поговорить по душам Но это все Не больше разговоров На кухне под коньяк Я пивал коньячок Со многими батюшками Из разных епархий На таких посиделках Архиереев не просто ругают А ругают отборным матом Их не просто не любят Их ненавидят И презирают Но сделать ничего не могут У каждого семья Дети Их надо как-то кормить Большинству таких священников Уже за 40 И начинать новую жизнь Страшно У многих Воля просто сломлена Среди священников Довольно много Неверующих Иногда в частном Разговоре Откровенных атеистов Но именно они По моему мнению Наиболее способны К здравым Независимым суждениям Я со многими Из таких дружу И с ними В разведку Пошел бы запросто По одной простой причине Они в своей жизни Руководствуются Не какими-то Внешними правилами И моральными нормами С хрипами И традициями А своим умом И опытом И если они что Говорят То не цитируют Бездумно Священные тексты А говорят о том Что сами испытали И выстрадали А как же они служат Вопрос Ответ Да Я по молодости Задал одному Протеерею Такой вопрос А как же ты служишь Вместо прямого ответа Он предложил мне Мысленный эксперимент Он сказал Зайди в интернет На сайт Где объявление Проституток С номерами телефонов Позвони Какой-нибудь Снежане Спроси ее А как же ты занимаешься Сексом без любви Тебя совесть не мучает И все что она скажет Это мой ответ тебе Церковный священник Архиереи Так Прилюбодействуют с властью Прилюбодей Прилюбодейся Для меня это было Исчерпывающим ответом Да Для значительной части Духовенства Вся эта православная жизнь Это просто позволение Использовать себя За деньги Или хотя бы за то Чтобы не вышвырнули На улицу Поэтому за деньги Тебе в церкви Отпоют хоть сатаниста Вопрос Как выглядит Приходская жизнь Глазами священника Социальная Миссионерская Молодежная деятельность Это реальность Или фикция Ответ Абсолютное Полное Откровенное Втирание очков Особенно миссионерские Отделы образуют Их не Христос Не святые отцы Не образовали Это подделка сатаны Будто бы что-то делают Для заметки На сайте Для того чтобы Отчитаться От их Просветительской работы Градус тупости Абсурда Только растет От всех этих Пафосных речей Про реабилитацию Наркозависимых И алкоголиков Самому хочется Уколоться И забыться А чем ты хочешь Привлечь Из церковь молодежь Изучением церковнославянского языка Или запретом Заниматься сексом До брака Не Ну можно еще Конечно Пойти сжечь абортарий И набить морду Каким-нибудь педикам Больше молодежи Церкви Ничего предложить не может Вопрос Кстати о голубизне Насколько это распространенное явление Ответ Слушай Мне всегда так нравились женщины Что я никогда о геях не думал Так что знакомого гомосексуала У меня в церкви нет И свечку я ни на таким не держал Но есть целый ряд персон в рясах В гомо- и бисексуальности Там у не хватает В которых я не сомневаюсь И это не обязательно монахи Среди которых Ситуативный гомосексуализм Очень распространен Как в армии и в тюрьмах Это явление церкви существует Как существует оно везде Проблема в том Что часто это становится Политикой и средством давления Есть такие священники Которые не получили Хороший приход только потому Что будучи семинаристами Попали в немилость Отказавшись Сосать кому надо Вопрос Как выглядит финансовая жизнь Обычного прихода Куда распределяются потоки денег Зарплаты отпуска Больничные пенсии Трудовая полис Как с этим обстоит Ответ Зарплаты в основном Серые в конвертах Официально зарплата ничтожна И их величина Прямо пропорциональна Наличию совести У настоятеля Или благочинного Проблема еще в том Что епархиальное управление Выдаивает Приходы досуха А это уже прямо пропорционально Зависит от вменяемости И жадности архиерея Поэтому в разных епархиях По-разному От полной невменяемости До вполне приемлемой ситуации Вопрос Как себя ощущает священник Через 10 лет служения Есть ли чувство правильного движения Духовного развития Или регресс По сравнению с тобой Только что рукоположено Ответ Ощущает себя так же Как ощущает себя мужчина Женившийся на прекрасной Целомудренной девушке А прожив с ней несколько лет Понимает Что она всего лишь рядовая шлюха А выводы из этого знания Можно делать разное Можно собрать вещи И уйти А можно терпеть Принимая это как Волю Божью В кавычках Первых я искренне уважаю Вторых не осуждаю Потому что отчасти К ним и принадлежу С той только разницей Что ни в какую Божью волю Давно не верю Если меня можно с кем-то сравнить Так это с работниками Мясокомбината Который никогда в жизни Не только не станет есть сосиски Но и кошку своими не накормит А сейчас здорово Ответ Если отмотать назад Пошел бы опять в священники Ответ Да ни за что Проблема в том Что дверь на выход Открывается очень туго Светская специальность У меня потеряна Я Оброс детьми В значительной степени Десоциализировался Я пока думаю о том Как выйти из этой ситуации С наименьшими потерями В том числе и с финансовыми Ответ Нет ли желания уйти совсем За штат Снять сан Или в альтернативную церковь Ответ Постоянно Разве только кроме желания уйти В какую-то другую церковь Здесь для меня Все кошки серые Но если не все кошки серые То все кошки Все равно кошки Да Я думаю надо тем Чтобы уйти Планирую этот уход Но не хочу пока пороть горячку Кинуть свой крест На слон митрополиту Я еще успею Вопрос От чего больше всего устаешь? Ответ От глупости Абсурда И самодурства Религиозность Реально оттупляет человека Решает его самостоятельности Терпимости Человечности Это может Но увидеть Повсеместно Это утомляет Поэтому в моем кругу Общения С каждым годом все больше людей Которые не имеют к церкви Никакого отношения Или отношения негативные Вопрос Есть ли какая-то разница Между тобой Настоящим И тобой священником? Ответ Я бы сказал Нет почти ничего общего Только очень плохой артист Отождествляет свое лицо С гримом И свой ум С набором реплик из пьесы А я хороший артист Церковь это театр Витрина И обмануть она может Только очень неумных И экзальтированных людей Как артист обманывает детей Одеваясь в костюм Деда Мороза Но ребенок это ребенок А взрослый человек Верящий разодетому бородатому мужику Который претендует на знание божественного Откровение Просто дурак Ну а сам мужик Сделавшийся в костюм Деда Мороза И верящий Что от этого он в самом деле Стал Дедом Морозом Полный идиот Вопрос Священство Благо для твоей семейной жизни Или проблема? Ответ На данный момент просто средство выживания Вопрос Каким видится будущее? Ближайшие лет через 10 Ответ Я очень надеюсь на переход Количественных изменений в качественные И на революцию в РПЦ Которая в своем нынешнем виде Просто обязана перестать существовать В противном случае Она заслужит и если не ненависть народа То презрение Это точно И когда система начнет рушиться Я надеюсь на тот момент уже Не быть ее частью Ну вот все Так тут Если священники будут здесь Они согласны будут на все 100% Это я определенно уже говорю Дальше Ну тут можно даже показать сейчас Опять вернуться К этому К вопросам Какие у нас были Следующий вопрос Вот немножко Контур ЛА Контур ЛС Это мы убираем Страничку ворда открываем Вставляем Увеличиваем шрифт до 20 И дорогой Никита Читай Опрос 3840 26 том Открытым окром Если бы все люди В отдельном государстве Стали вдруг все верующие И никто бы там не воровал И все с полной отдачей сил Стали работать Тогда слова в Господней молитве Хлеб наш насущный Дашь нам днесь Имела бы другой смысл Потому что хлеба хватало бы всем И с избытком То есть можно вроде и не молиться уже Ответ То есть как другой В любом случае Эта молитва осталась бы в силе Потому что хотя бы все было и бесплатно И на всех поровну Но земля родит Дождь Мочит 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 Ветер обдувает А солнце подогревает Это Это-то все так же осталось не нашим А божьим даром Так что довольствуясь и малым Мы все равно должны голову поднимать От земли кверху Чтобы знать Подателя всех благ И за его щедроты Прославлять Создателя Изиждителя Кроме того Под хлебом Изиждителя знаешь что такое Уже создано Сохранить Бог дал Кто-то как Исаака Нетона спросили Ну кто Вот во вселенной Что земля летит Вокруг солнца Не тормозит А говорит Время от времени Великий часовщик С большой буквы Подводит часы Это пружины Вселенское вот это движение Кроме того Под хлебом Плотским Скрыто и понимание нужды В хлебе небесном То есть в слове божьем И в его разумении Правильно И речь нужно вести О хлебе Сшедшем с небес Подаваемым в пищу О святом причастии Так что сия молитва Всегда должна быть Искренней И переполненной Заранее благодарностью Хотя бы ничего На зубок не было Стих На родину Со службы Воротясь Помещик Молодой Любя во всем успехе Собрал своих крестьян Друзья Между нами связь Залог утехи Пойдемте же Мои Осматривать поля И преданность Крестьян Се речи Восполя Пошел он с ними Купно Что ж здесь Мое Да все Ответил голова Вот Тимофеева Трава Мошенник тот Скричал Ты поступил Преступно Корысть мне недоступна Чужого не ищу Люблю свои права Мою траву отдать Конечно пожалею Но эту возвратить Немедля Тимофею Окази Если я По мне Ужненова Антонов Есть огонь Но нет того закону Чтоб всегда Огонь принадлежал Антону Хоть на прудков Это под этим именем Сколько-то писателей было Ну то есть Название Тимофеева Трава Не означает Тимофеева Она так названивает Тимофеева И Антона Фагоня Это гангрена пошла Не надо искать Антона Дальше Деяние Восьмая глава Тридцатый стих Филипп подошел И услышав Что он читает Пророка Исаию Сказал Разумеешь Что читаешь Он сказал Как могу разуметь Если не наставят меня И попросил Филиппа Взойти и сесть С ним А место из писания Которое он читал Было сие Как овца Пусть жрет Пусть лопнет Мы враги Мартынов Яков 4.2.3 Желаете и не имеете Убиваете и завидуете И не можете достигнуть Припираетесь и враждуете И не имеете Потому что не просите Просите и не получаете Потому что просите Не на добро А чтобы употребить Для ваших вожделений Это 26 том В котором я рассматриваю 300 писателей Поэтов За 300 лет 20 тысяч файлов И студентам этим Которые приходили Там занятия шли Я сказал В течение месяца Буду отвечать на каждый вопрос По 6 поэтов разных На один любой вопрос 6 поэтов Ну поэта там много написано Зная какое стихотворение От него вытащить По этой теме Здесь говорится о глупости Неправильно понимать Отче наш И все поэты Об этом говорят Дальше Весь день звенит в ушах Пронзительный Как скрежет Гвозди Или грифелей Вадиму по стеклу Высокий Жирный виск Свинарника Где режет Кабанщик Боровав К пасхальному столу Петлей Поймают зад За розовые уши И стоило Вытащат Стараясь Пасть зажать И держат Навалясь Пока не станет Глуше Визжание И замрет Над сердцем Рукоять И после На кострах Соломенных И после На кострах Соломенных Щетину С овшами А полив Сгребут Нагарный слой Льют воду Ведрами И сальную трясину По локоть Напачкаясь Ворочат рукой Помои Красными Щелестей Разжатых Спустивши Вывалят Из живота Мешок И бабы Бережно В корытах И ушатах Стирают Как белье По худшей Комки Шок Когда ж Затопят печь На кухне И во мраке Апрельском Вызвездит По ветру Гарь костра Как суку Нюхая Со всех Уссать Собаки Сбегут Со сворами Чтоб Грызться До утра Михаил Зинкевич В 1913 году И после каждого Стихотворения Эпиграфы Из священного Писания Второзаконие 32.15 И уточнел Израиль И стал упрям Уточнел Отолстел И разжирел И оставил Он Бога Создавшего Его И призрел Твердыню Спасения Своего Иеремия 5.28 Сделались Тучны Жирны Где только Не дарила Это 600 Библиотек 600 Я везде Предупреждал Берегите Вот этот Том У меня Больше Его нету Его сразу Сметают Настолько Он необычен Так Властители Дум Ненавидели Власть Теперь же Иные У них Отношения И новая Власть Им по вкусу Пришлась Ирония Вдруг Поменяла Мишени И бывший Бунтарь Затихающий Барда Свободу Свою Не предавший Ни разу Теперь Комплименты Выслушивать Рад Не сразу Поняв Что Всучили Награду У И Пушкина Никогда Царь Приручал Да только Напрасно А нынешний Гений Чей голос Систему В сердцах Раскачал Готов Преклонить Перед властью К колени Андрей Дементьев Вот это Сейчас Наши Современники Жут Левитам 19.15 Не делайте Неправды На суде Не будь Лицеприятен К нищему И не угождай Лиццу Великого По правде Суди Ближнего Твоего Там говорится Что он как Лицемерец Человек Проще И местописание Есть такое Галатам 1.10 У людей Ты понимаешь Что такое На любой вопрос Отвечать из шести Поэтов В течение Трехсот лет Которые были И именно Стихотворение По теме И когда я Закончил Я не мог поверить Что закончил Это И трудно Даже поверить Что Бог Это сделал Стих Всегда в порядке Добрые Приятные Удобные Они со всеми Ладят И жизнь вдоль Шорстки Гладят Их заповедь Смирение Их речь И повторение Сияние Улыбок Признание И ошибок А я люблю Неистовых Непримиримых Искренних Упрямых Невезучих Из племени Колючих Их мучает Сомнение И собственные Мнения И сердце Их в ответе За все Что есть На свете Не берегут Колючие Свои благополючие И сами Лезут в схватку И режут Правду матку А если ошибаются Больнее Ушибаются 63 год Далматовский Далматовский А вот Это не все Чем тот Кто был Корыстен В опровержении Истин Не у природы Ль учатся Они в своей Колючести Ведь там Где нежность Скрыта Есть и шипов Защита И дальше Иаков 227 Ибо если В собрание Ваше Войдет Человек С золотым Перстнем В богатой Одежде Войдет Также И бедный В скудной Одежде И вы Смотря на Одетого В богатую Одежду Скажете ему Тебе хорошо Сесть здесь А бедному Скажете Ты стань Там Или садись Здесь У ног Моих То не Пересуживайте Ли вы В себе И не Становитесь Ли судьями Судьями Мыслями Послушайте Братья Мои возлюбленные Не бедных Ли мира Всего избрал Бог Быть богатыми Верою И наследниками Царствия Которую Он обещал Любящим Его А вы Презрели Бедного Не богатые Ли притесняют Вас И не они Ли влекут Вас Суды Не они Ли Бесславят Доброе Имя Которым Вы Называетесь Это и первое Стихотворение Стих Рабочий Люд Едва Не весь На нашей Родине Без хлеба Хлеб Наш Насущный Дажд Нам Днесь Так Он Голодный Молит Небо О Братья Хлеба Беднякам В лихие Дни Нужды Народной И хлеба Умственного Нам Стоящим Вне Толпы Голодной Утробной Пищи Сыты Мы Но без Духовного Питания Ослабли Тощие Мы Бесплодны Скудные Познания Хоть Удается Нам порой Пускать Хитрости В обманы Прикрыть Дешевой Мешурой Неблаговидные Изъяны Хоть Искусившись По хвальбе Среди Народов Даже Ныне Мы Поклоняемся Себе Как между Нечистью Святыни Но Жизнь Осветит Темный Путь И Правду Горьку Откроет Разоблачив Когда-нибудь Чего Гордыня Наша Стоит О Никогда И Никому Кто Льстит Вам Братья Вы Не Верьте Без Пищи Умственной Уму Грозит Беда Голодной Смерти Всем Хлеба Хлеба Беднякам В лихие Дни Нужды Народной И Хлеба Умственного Нам Стоящей Вне Толпы Голодной Кто Написал Вот Она Почему-то У меня Переставлена Какой-то Жемчужников Кто Его знает Ты его слыхал Такого Нет Он еще неизвестный Был Ну а теперь Я его сюда Перенесу Чтобы Правильно Было Я его Перевыграл Так И Эпиграф Притча 28-23 Обличающий Человека Найдет После Большую Приездь Нежели Тот Кто Льстит Языком Салом 5-10 Ибо Нет В устах Их Истины Сердце Их Пагуба В гортанях Открытый Гроб Языком Сы Льстят Все На этом Конец Так На сегодня У нас Все